Здравствуйте, уважаемые зрители Артик ТВ. У нас сегодня есть возможность пообщаться с участниками выставки Сифтек, которая в эти дни проходит в Азимат-отеле в Урманск. И в ресторане Диалового центра Артика мы сегодня общаемся с Олегом Евгеньевичем Марковым. Здравствуйте, Олег Евгеньевичем. Здравствуйте. Я очень рада с вами познакомиться. И вот к своему стыду признаюсь, что я ничего до сих пор не знала о такой компании, как инженерно-техническая фирма, которая уже, оказывается, два десятилетия успешно работает на нашем рынке. В нескольких словах презентуйте, пожалуйста, компанию, которая в непростое время выплывает. Я понимаю, уже 21 годик исполнилось. Да, 21 год. 21 год назад мы создались на базе великолепного предприятия Мурманск ВТИ. Мы построили тогда девятиэтажный дом ВТИ, построили великолепное здание. ВТИ-то вычислительно-технические... Так точно, да, вычислительно-техника-информатика, да. Было государственное предприятие, потом акционерное общество. Это где компьютеры были с человеческий рост? Нет, что вы, несколько. Это были целые этажи компьютеров. Это такие большие ЕСовские машины, СМовские машины. И калькуляторы были, и пишущие машинки. То есть это целая история, и целая эпоха. Однако мы тогда построили на Кольском 110А здание четырехэтажное, с бомбоубежищем, с гаражами. Ждали, что нас наградят. В результате мы не выдержали такой страшной нагрузки 90-х годов. Распались на несколько предприятий. И одно из предприятий – это инженеры технической фирмы, ИТФ. С некоторыми ребятами я работаю уже 30 и более лет, уже вместе. Среди наших ребят такие великолепные инженеры, электроники, программисты, как Колосов Евгений, Андрей Ладинский, Романенко Володя, Булинов. То есть все эти специалисты остались на плаву, остались востребованы. Но вы в чем специализируетесь? Насколько я понимаю, это в том числе кассовое обслуживание. То есть все зрители Артик ТВ встречались с творением компании ИТФ, приходя в торговые сети. Я так понимаю, что ваше процветание – фактически лакмусовая бумажка за полярной торговлю. Потому что первый магазин самообслуживания – это был магазин, который вы оборудовали. Сейчас сети, собственно, приходят к вам. Им больше не к кому идти. Ну, я не сказал, что конкуренция присутствует. Есть предприятия, с которыми наши друзья – конкуренты. Мы никогда не делим рынок и помогаем друг другу. Я не могу сказать, что у нас только кассовый аппарат. Это одно из наших направлений. Ну, с чего все начиналось? Давайте вот если говорить про это направление. Начиналось с электроники. Начиналось с компьютеров. Когда мы любили заниматься электроникой, у нас программное обеспечение. Потом мы увидели, что на рынке появилась ниша, связанная с кассовыми аппаратами. Прежде всего, с автоматизацией. Вот напротив нас М-клуб, Михаил Пашаян, который нам доверил первую автоматизацию первого ресторана. У нас были такие предприятия, которых уже нет, к сожалению. Тверская ярмарка. С Евроросом мы очень дружны, с торговым домом Евророс. А в чем эта автоматизация заключалась для обывателей, которые не очень понимают? Ну, вот что-то вы получили от оптовиков. Это надо заштрихкодировать, оприходовать на склад, выставить в торговый зал, продать так, чтобы покупателю было комфортно это купить. Потом проанализировать, сколько на складе осталось этой продукции. А раньше были бумажные накладные, которые передавались? Раньше были счеты, да? Счеты, ага. И когда... А, то есть вы пришли со своими аппаратами на смену счетов? Конечно, да. Это чтобы можно было автоматизировать процесс, проанализировать остатки, проанализировать стоимость, где выгоднее, где менее выгоднее. Какой продавец лучше работает, какой хуже, чтобы можно было проанализировать. Какие остатки, что к празднику побольше заказать, а что можно поменьше заказать, а именно в товарном магазине. То есть это аналитика работы торгового предприятия и ресторана в том числе. Ну, это одно из направлений. Мы очень много занимаемся весами, электронными весами. Это начиная от аналитических весов, мы их продаем и ремонтируем, и кончая вагонными, автомобильными весами, крановыми весами, там, на 50 тонн, на 100 тонн, на 200 тонн. Представляете, это очень интересная работа. Мы купю расчетные машины, монеты счетные машины. Вот сейчас, правда, все отрицают, что мы в стадии кризиса находим. Тем не менее, 98-й год, а вот сейчас 2016-й. Как рынок среагировал? Вы на себе это ощутили? Какие-то удары? Или пришлось быстро-быстро бежать, чтобы оставаться на месте и искать какие-то другие вещи? Ну, видите, у нас идет поступательное движение. Вот то, что я назвал несколько направлений. Мы занимаемся видеонаблюдением, пожарной сигнализацией, охранной сигнализацией. Мы разрабатываем новые направления. И поэтому, когда одно из направлений туда вниз, другое помогает вылезть. То есть, вот эта диверсификация бизнеса вам помогает? Да, да, да. Мы занимаем, мы франчайзи по 1С, то есть, бухгалтерия, это программное обеспечение, связанное с 1С. И другими программами, продуктами. У нас командой создавалось 3-4 человека было. То есть, сейчас это уже более 60 человек. И все равно вы малый бизнес. Мы, кстати, сами хотели поговорить о том, насколько сложно сейчас приходится выживать. Но, к сожалению, средний бизнес у нас как класс вообще отсутствует в России. Либо малыши, либо уже гиганты. Про малый бизнес, я не знаю. По-моему, только ленивый сейчас не говорит о помощи малому и среднему бизнесу. Вы ощущаете. Вы наступили на такую больную мозоль. Что такое помощь малому бизнесу? Это все сводится к разделению тех небольших ресурсов, которые дают федеральные органы и наши региональные органы. И оно распределяется по различным небольшим компаниям. Вы говорите про стартапы, которые дают начинания. Старт-стап, субсидии, заприключения технологий. Конечно, это хорошо. Я слышала версию, кстати, от бизнеса омбудсмена, что лучше поддерживать тех, кто уже давно выплыл с 90-х и остается на плаву. Это вообще не принципиальный вопрос. Принципиальный вопрос другого плана. Не мешает. Понимаете, для наших руководителей в основном малый бизнес – это те, кто торгует семечками, ботинками или чем-то таким. Но опыт мировой говорит о том, что малый бизнес – это прежде всего промышленные предприятия. Это создание каких-то серьезных промышленных продуктов. Не серьезных, а вместе с серьезными предприятиями, такие как Боинг. Вот яркий пример – Боинг. Это тысячи предприятий небольших и больших, которые создают вот этот великолепный продукт, как самолет. У нас все по-другому. У нас и пристроится сейчас Мурманский транспортный узел. Вы назовите мне хоть одно малое предприятие, Мурманское, которое там участвует. Я вообще с трудом сейчас назову, кто там участвует. Совершенно верно. Это тайна. Это тайна. Второй пример. Совершенно недавно, по Апатиту, значит, наш, они обратились ко мне за помощью оказать одну услугу. В районе 25 тысяч рублей. Я им сделал огромный договор на трех страницах. Для нас это очень много. Им нужна моя услуга. Они мне в ответ прислали договор на 40 страницах, плюс я должен у них обучить. Да, кстати, из этих 40 страниц порядка полутора страниц штрафов, которые меня могут ожидать в случае, если я шаг шагну влево, либо вправо. 25 тысяч рублей общий. Ну, плюс-минус. Моржа. Нет, не моржа, это услуга. Это вообще самослуга, да. Плюс я должен у них пройти курсы обучения по технике безопасности, должна быть форма. Что должно быть еще? И порядка 30 или 50 страниц должны быть уставные мои документы, постановления, лицензии. То есть, около 100 страниц я должен предоставить убористого вордовского текста для того, чтобы заключить договор с ними на 25 тысяч рублей. При том, что они уже год мне не возвращают декабрьские акты прошлого года. Ну, любой скажет, это спор двуххозяйственных субъектов, разбирайтесь, рынок все расставит нас. Это и есть помощь малому бизнесу, понимаете? То есть, нам не надо помогать, дайте нам возможность работать вместе с нашими крупными предприятиями. Хорошо, но вы сказали, что вы успешно работаете с такими крупными предприятиями, которые в одно время назывались оградообразующими. Вот я, допустим, говорю о Евроросе. Вот Севророса проще или там тоже такое список? Нет, что вы, ну, Евророс немножко расторопнее. Понимаете, кто откуда вышел, да? Вот если взять северо-западную фосфорную компанию, мы поставляем к ним крупные весы, автоматизацию им выполняли. Большой комплекс работы мы работаем с ними и до сих пор работаем. Я очень доволен сотрудничеством. Сложилось вот с новым молодым предприятием, да? Евророс – это люди вышли, которые от САХИ. Понимаете, это они создали такое потрясающе великолепное предприятие. И они понимают, да, у них очень мало, очень много партнеров из малого бизнеса и среднего. И это правильно. Вот это вот яркий пример. Здесь я ничего не могу сказать. Но вообще, называя свои объемы, называя вот сферы приложения ваших талантов, я почему-то не видела вашей декларации налоги. Мне кажется, что вы достаточно успешным должны быть предприятием, процветающим. А вы какие-то вот… Можете, пожалуйста, что вас кто-то кошмарит? Ну, давайте употребляем это слово. Или кто-то, допустим, заинтересовался этим бизнесом, когда вы уже построили? Я хочу сказать, что мне повезло, чуть-чуть, что я не заметил в Мурманске никогда на протяжении, я здесь живу 40 лет, как вы сказали, чтобы кошмарили, придирались. Были 90-е годы, да, давайте про них забудем. Ну, там все страдали, и там были проблемы, конечно, были. Очень серьезные были проблемы, но это не государственные проблемы были, а государственные органы, там милиция, налоговая инспекция. Я считаю, что у нас очень доброжелательные чиновники. Есть, конечно, придраться ко всем можно и найти недостатки, но доброжелательность наших мурманских чиновников, конечно, потрясающая просто. Я сталкиваюсь в регионах с другими, в других регионах с нашими коллегами, слышу, как там происходит, конечно, небо и земля. Может, мне повезло, не знаю. Ну, думаю, вообще, везут человек в этом отношении. Но вообще российский бизнес, он очень специфический. И каждая, мне кажется, компания спит и ведет, чтобы получить какой-то госконтракт, муниципальный контракт и обеспечить себя заказом на ближайший год-полтора для поддержания штанов, так сказать. А вот скажите, пожалуйста, вам доводилось получать такие заказы? И как вот эти процедуры, опять-таки, с точки зрения малого бизнеса устроены? Многие жалуются, что, знаете, много конкуренции в силу закона о закупках, выигрывает не самый чистоплотный, тот, кто может предложить не самую качественную услугу, и все от этого страдают. Это безобразные законы. Выигрывает тот, кто меньше даст. Да. Но как можно хорошо сделать работу за маленькие деньги? Ну, я сразу вспоминаю мультфильм. Помните про шапки из карагуля? Вот, Александр, я, знаете, что ты предложил? Вот человек, который придумывал эти законы, чтобы он в ту больницу, в которой он ходит лечиться, вот по этому закону. Вот он бы пошел зуб выдергивать себе, да? Объявил тендер. И кто дешевле, я победил бы, у меня пассатижи есть, я бы вытащил зуб за 10 копеек. И посмотрел бы, как он после этого попробовал бы сделать все хорошо. Ну, как можно дешево делать хорошо? Ну, понимаете, ну, не может быть, либо должно быть правильно, либо бесплатно, дешево. У нас выигрывает тот, кто дешево. То есть мы включили этим законом зеленый свет халтурщика? Конечно, безусловно. Хорошо, возвращаясь все-таки вот про такие... Создал компанию, да, опустил цены, выиграл или проиграл, или разбежался. Никакой ответственности не несешь. Все-таки как складываются ваши взаимоотношения с органами государственной и муниципальной власти? Есть ли какие-то точки соприкосновения? Допустим, мне намекнули, что ваша система видеонаблюдения, и вот, допустим, эта программа «Безопасный город» где-то вот рядом, или вы в проекте уже? Да, мы участвуем в различных системах безопасности, и очень много участвуем, помогаем, и полиции помогаем в отдельных случаях, да, и более серьезным учреждениям, когда к нам обращаются, да, конечно, и мы гордимся ведь, мы очень этим гордимся, что удается поучаствовать в небольших проектах, связанных с безопасностью и города, и страны. Это, конечно, здорово. И, пожалуй, последний вопрос. Вот мы сейчас находимся на выставке «Севтек», она несколько лет не проводилась. Как вы оцениваете и выставку, и, собственно, вообще какой-то климат деловой сейчас в Заполярье? Потому что было много скептиков, кто говорил, что, ну, в принципе, выставка ради выставки. Не скажу. Любая выставка – это… Конечно, есть замечания, конечно, не все гладко. Такие выставки нужно делать обязательно. Это не там, где продают, там, не знаю, что там у нас… Мед. У нас везде мед продают. Везде мед, там, или чулки. А мы все время эту ложку дегтят пытаемся в бочку меда, да, отпустили. Нам надо сделать вот такие промышленные выставки, как море, морепродукты, да, или как-то вот так называется. То есть бизнес-сообществу это необходимо. Вот вы видите пользу. Обязательно. Обязательно. Надо бы цены, конечно, опускать. Все-таки дороговато для малого бизнеса. Участие. Дороговато все-таки, дороговато. Надо сделать ниже стоимость, да, и тогда она должна быть шире. Но сейчас великолепный выставочный зал, да, который на Кольском… А мне говорили, что бизнес-сообщество скептически относится к этому павильону. Ой. То есть вы на все согласны? Да что это плохого-то? Я с вами здесь солидарна. Или мы там должны крутиться вместе с вами на коньках иногда. Да, конечно. А там какие-то эти выставки, да, неправильные. Выставочный зал, там придраться к нему можно, мы понимаем, что в реальных живем, в реалиях, да, как красиво сказать, реалиях. Вот. А нормальный выставочный зал, конечно, хотелось бы как Крокус в Москве, да. Ну давайте жить-то… Посредством. Посредством в реальном мире, конечно. Я доволен тем, что там существует. Мы совершенно недавно там провели семинар на 300 человек, свой семинар для своих клиентов. Там Савинцев Алексей Николаевич, удивительный директор, я его рекламирую. Можно рекламирую? Нельзя. Можно, можно. Можно. Великолепный организатор. Мы хороших людей рекламируем. Да, великолепный организатор, великолепно все делает. Команда у него, будь здоровы, стараются ребята, доброжелательные. Они прислушиваются к любому замечанию, всегда тебе помогут, как лучше. Мне нравится эмоциональный настрой представителя малого бизнеса. Спасибо большое, Олег Евгеньевич. Очень было приятно познакомиться. Мы вас поздравляем, может быть, с опозданием, с юбилеем. 21 год все-таки. Вы разменяли третий десяток. Да, да. И желаем вам процветания и успехов, и прибыли. Самое главное – прибыли. Спасибо. Благодарим за помощь в проведении съемок программы «Азимут Отель Мурманск». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова